Девушки отдыхают — Мне не нравится Ельцин-центр. Я тоже там не был, как Михалков. Но, в принципе, все то, что я о нем знаю, мне не нравится. Это явная идеализация периода правления, во-первых, самого покойного Ельцина, и, во-вторых, мне кажется, это очень натянутая трактовка российской истории, как якобы сплошной и жуткий мрачный тоталитаризм. — И вот Ельцин — это свет в конце туннеля, который взял и вывел нас на новые орбиты. Все это вранье. Вот если, на мой личный взгляд, вот так вот, если оценивать все эти вещи, это неправда. В действительности такая трактовка истории не соответствует. — И не соответствует действительности позитивная оценка деятельности Ельцина. Я не знаю, для кого она была позитивной. Для страны в целом, вот, мое личное мнение субъективной. Она была негативной, независимо от того, так сказать, что там по этому поводу, там кто думает. Вот я считаю, что она была негативной. Поэтому, да, если там есть, так сказать, какие-то перекосы или что-то в этом роде, то имело бы смысл, наверное, эту экспозицию проверить. Да, с одной стороны, в любом случае, я не очень понимаю смысла финансирования за госсредства вот этого апологии Ельцина. Тем более, вводить туда школьников, чтобы они там изучали историю, я в этом смысла не вижу. Если кому-то нужен частный музей Ельцина, пусть они на это бы дают деньги. Пусть будет частный музей Ельцина. Вот пусть там все рассказывают про то, какой Ельцин был классный, так сказать, политический руководитель. Или как он, в общем-то, лихо развалил Советский Союз, и что вот за это ему надо, так сказать, в ножки кланяться. Я считаю, я лично с этим не согласен. Мне кажется, Ельцин боролся за личную власть в первую очередь, да, и в борьбе за эту личную власть он решил пожертвовать страной. Потому что борьба за личную власть лично с Горбачевым для него была дороже, чем вообще все, что его окружало. Если вот там что-нибудь в этом роде будет написано, тогда да, тогда пойдет и Ельцин-центр. А если нет, тогда я считаю, что это крайне натянутая, предвзятая трактовка нашего недавнего прошлого. И выдавать на это деньги из бюджета Российской Федерации не вижу никакого смысла. Вы знаете, да, после выступления Никиты Сергеевича Михалкова в Сайте Федерации. Хрущева, я думал, да. Практически, да, в Сайте Федерации развернулась дискуссия, и в нее вступила Наина Иосифовна Ельцина, вдова первого президента. И вот в частности она говорит, что в музее нет никакой лакировки эпохи, там вообще нет оценок, только документы, только факты, только свидетельства очевидцев. Ну как, вот это вот, я видел то, что видели все. Вот эта вот огромная, так сказать, медиапрезентация, ну или мультик такой, если по-русски разговаривать, да, где, в общем, все плохие, один Ельцин хороший. Вот, то есть все, все прошлое России в темноте, в темноте, ну там, может, Петр Первый, и то только потому, что он в Голландию ездил, но тоже тиран и деспот, так сказать, да. Вот, ну а и вот Борис Николаевич Ельцин, который наконец-то позволил, значит, забитой и темной России вырваться на пути, таренные пути цивилизации, как любили говорить в 90-е годы. Вот, это что, не является, так сказать, ну предвзятым отношением, это не является, так сказать, перекосом, мне кажется, является. Если одни документы, прекрасно, уберите тогда все эти самые, все трактовки, да, и пусть одни документы и висят. Все вот эти медиа, да, всякие фильмы, они трактуют. Например, да, например, там, например, так сказать, договор вот этот вот, а в Беловежской пуще пусть висит, а заодно пусть будет сказано, что он не соответствовал Конституции Советского Союза. Вот, пусть висит там, например, скажем, документы о расстреле парламента в 93-м году, который тоже не соответствовал Конституции. Пусть висят документы о начале Чеченской войне, о том, как, так сказать, эта кампания была организована Ельциным и его окружением, и о том, и пусть, так сказать, висят там документы по поводу того, к чему же нас это привело. Пусть висят документы о залоговых аукционах, о приватизации, как бы, да, и о всем, что тогда случилось. И как обманули огромное, так сказать, количество людей, люди, которые непосредственно ходили в окружение Бориса Николаевича. Что, этого не было, что ли? Это же было, было. Вот пусть документы по этому поводу и висят. А покажите, так сказать, хронику, если уж они так любят видео, покажите хронику огромных очередей в эти инвестиционные фонды, где людей просто обманывали, отбирали у них эти ваучеры, обещали им золотые горы, а через неделю говорили, что этот инвестиционный фонд обанкротился. Ну, покажите все это, если там только непредвзятое и объективное. Вот там проблема в том, что там нет непредвзятого и объективного освещения этой эпохи. Ее там, вот этого объективного освещения, его там нет. А есть освещение этого периода с точки зрения сторонников Бориса Николаевича Ельцина. Есть ли право у сторонников Бориса Николаевича Ельцина на свою точку зрения? Несомненно, есть. Они имеют право на свою точку зрения. Но в таком случае пусть это будет частный музей, который содержится на деньги сторонников Бориса Николаевича Ельцина. Вот и все. Этот Ельцин-центр не является историческим объектом, который необходимо охранять государство. И там нет ничего такого, там нет никаких суперценных фондов, которые надо было бы хранить и так далее. Вот и все, пусть тогда его апологеты и занимаются вот этими вещами. Я считаю так, так сказать. Поэтому мне, конечно, ближе точка зрения Михалкова. Что хотите, про него говорите. А по этому вопросу, по крайней мере, мне ближе точка зрения Михалкова. Я считаю, что непредвзятого и объективного освещения там нет. И с госпожой Ельцин я в этом смысле не согласен. Там есть апология ее покойного мужа. А как вы считаете? То есть про славление, если по-русски. Про славление. А кому нужен этот музей? Как он появился? Об этом не говорит. То это означает, что вы вообще ничего не говорите об этом периоде, а просто сочиняете сказки. Вот сказки, так сказать. Такие же, между прочим, какие вроде как развинчивал Борис Николаевич Ельцин. Ничем эти сказки про хорошего Ельцина не отличаются от сказок про дедушку Ленина. Который, так сказать, всех очень любил. И всех гладил по головке и давал всем конфетки. Что тоже, ну, просто к реальности не имеет отношения. Хотите реальности? Давайте ее во всех, так сказать, подробностях. Не хотите, тогда не надо говорить, что это объективное освещение истории. Тем более требует на это деньги из госбюджета. Я вот, честно говоря, не понимаю, а в чем тогда выгода? Ну, вот эти люди, они ностальгируют, но как этот Ельцин-центр им помогает? Они, видать, каким-то образом на этом деньги зарабатывают или что? Как-то они рекламируются? Я не знаю, этого я не знаю, кто там на чем зарабатывает, и зарабатывает ли вообще, мне это совершенно неизвестно. Но я думаю, что идеологическая суть вот в чем. В том, чтобы поколением молодежи, школьников, детей, которые подрастают, внушить именно вот эту картинку 90-х годов. Для того, чтобы рано или поздно вернуться к такой модели организации в России. И потом сказать, да вот же она, икона настоящей демократии. Это Борис Николаевич Ельцин. Все, кто не понял, все, кто помнит это, уже протянули ноги. А все, кто не помнит, это будет изучать по Ельцин-центру. Вот и все. Это акция, направленная в будущее. Это реклама возможных либеральных реформ? Ну, если хотите, можете так ее называть. Реклама несамостоятельности. Реклама того, что якобы вот тогда все было прекрасно, когда мы были абсолютно зависимы от Запада, например. Или, например, проводили вот такого рода экономические реформы. Разрушали все подряд, а теперь, вот, кстати, надрывая пупок, пытаемся хоть что-нибудь восстановить. И то, так сказать, получается очень немного и очень, так сказать, нечасто, что называется. И спрашивается, зачем вот именно в ту эпоху все так вот огульно разрушали? Зачем? Для чего все это ломали, крушили? Для чего? А это именно тогда, между прочим, происходило. Пусть расскажут, как исчезло там 500 тысяч предприятий, да? Или даже еще больше, насколько мне известно. Вот представьте, там сотни тысяч предприятий, а там везде работали люди. Как вот эти предприятия просто исчезли, потому что там Егору Тимуровичу Гайдару, сподвижнику Бориса Николаевича Ельцина, вот, пришла в голову гениальная мысль все это разрушить, потому что, как тогда говорили, не надо изобретать велосипед. Зачем? Ну, давайте, так сказать, просто послушаем советов наших западных друзей и все это разрушим. Это же никому не нужно. И люди, которые там работают, никому не нужны. Вот, давайте вот все вот это, как бы, да, приведем. Давайте приведем, например, в этом, вот мне интересно, есть там фраза Гайдара в этом Ельцин-центре про то, что нам не нужны там пенсионеры, что, в конце концов, пусть слабые, как бы, да, что слабые должны исчезнуть. Что шоковая терапия, даже если шоковая терапия, как бы, шоковая терапия приведет там к тому, что там, ну, вымрет какое-то количество людей, ничего страшного, ради реформы-то можно сделать. Вот это вот, давайте тогда все, все туда соберем, так сказать, стянем, тогда я буду считать, что это объективное отражение действительности. А так это не более, чем такое вот мавзолей без мумии, если честно. Вот Ельцин-центр, это тот же самый мавзолей Ленина, только без мумии Ельцина. Но, я так понимаю, что идея-то была в том, что вот есть президент страны, и вот есть музей президента страны. А что, у нас только один был президент страны, один только руководитель страны был, а был президент Советского Союза Горбачев, но он еще жив. Он, когда умрет, тоже надо будет строить, ему тоже музей надо будет строить. Будут строить ему музеи или нет? Я, честно говоря, не знаю, как на это смотрят, но логика была бы, наверное, построить музей. Давайте всем тогда правителям, давайте тогда и построим всем по музею Горбачева, Брежнева, Андропова, Черненко, Сталину, да? Как, так сказать, идея такая? Вот Сталин, да? Вы специально, да? Вот Ельцин-центр, а рядом давайте построим Сталин-центр, так сказать. У него тоже, его управление было крайне противоречивым, крайне противоречивым. Вот так вот. Давайте тоже такое построим. Если каждому президенту это по музею строить, места не хватит. Нет, ну это понятно. Откройте музей-квартиру, так сказать, да, дом-музей, в конце концов. Но не надо вот этого, не надо этого гигантизма. Что, так сказать, за это, за какой-то сталинский ампер? Ельцин-центр сразу, стекло, бетон, там, много этажей, лифты. Зачем это? Скромненько надо, так сказать, да? Преобразователь, да? Почетный святой нашего королевства. Но не более того. Так, я понял, хорошо. Я думаю, что слушатели, судя по тому, что пишут с вами, согласны и голосуют просто обеими руками. Не, ну, подождите. Ну, кто может спорить с тем, что период 90-х был крайне тяжелым, сложным и противоречивым? Есть хоть кто-нибудь, кто может? Мне кажется, даже демократы с этим не спорят. И вам кажется, что тот музей он не показал, да? Отразите его, отразите его, как крайне тяжелый, сложный и противоречивый. Вот так его отразите. Вместе с 93-м годом расстрелом парламента, вместе с Чеченской войной, так сказать, да? Которая, на самом деле, такой серьезный урон нанесла моральному климату в стране. Вы же понимаете, что Чеченская война и то, что было в Чечне, да? Породила, ну, в том числе поддержала огромную криминальную революцию и невероятно снизила ценность человеческой жизни. В стране в целом, да? Огромное количество людей погибло не только напрямую в этой войне, но и от последствий этой войны. От огромного количества бандитов, которые расползались по всей стране. От беспредела, который стал обычным, так сказать, в годы этой войны. А кто ее начал, так сказать? Ее начал Борис Николаевич Ельцин, кто не помнит. Потому что он решил, так сказать, что вот так вот и делается теперь политика. Сначала развалил страну, как бы, одну страну, потом будет вот так вот, значит, решать эти проблемы. А может быть, это было неудачное решение, так я вот рискну предположить. На мой взгляд, да. Вот там написано где-нибудь в этом Ельцин-центре большими, огромными буквами, такими черными на красном фоне, что это была катастрофа, что это была трагедия, что это было неудачное решение хотя бы это. Написано или нет? Когда будет написано, тогда я соглашусь, что это объективное освещение действительности. 5533-800-903-170-63-63. Вот нам пишут, что у Сталина на родине есть дом-музей более чем скромный. Ну, у Сталина на родине есть дом-музей, но теперь, так сказать, он же был главой всей страны. Я вообще, я совершенно не этот самый, не фанат Сталина. Но если уж идти по этой логике, надо, так сказать, вот каждому выдающемуся, хотя бы, да, выдающемуся руководителю нашей страны по музею, ну тогда давайте начнем действительно от Владимира Красного Солнышка и начнем ставить и ставить и ставить, так сказать. Несколько десятков придется поставить в музеях. Про мавзолеи пишут, там про мавзолеи это зря, там нет пропаганды и насильно малышей туда не тащат. Ну это да, но по сути, дело в том, что там когда-то была пропаганда и насильно малышей туда тащили. Я, например, ходил туда. Я думаю, что про Ельцин-центр, что туда не тащат малышей. Нет, нет, куда? В Ельцин-центр. Ну как не тащат, когда в Ельцин-центр, это самая организованная экскурсия екатеринбургских школьников. Вот, они там изучают историю в этом Ельцин-центре. Как это не тащат, когда как раз таки тащат? Так, ну я думаю, что про Ельцин-центр, в принципе, мнение однозначно. Нет у вас, знаете ли, сейчас людей, которые с вами спорят нигде. Ни в интернете. Удивительно. А где же сторонники Ельцин-центра? А кто же, а кто спорит с Михалковым в таком случае, я не понял. Ну есть часть общественности, но, видать, она нас не слушает. И вся она, соответственно, на одной известной радиостанции. Наверное, да. Так что вот.